Ну что, Приволжеск, встречай меня. Погнали. Так, ну всё вроде, костюмчик погладил, ботинки натер, можно выходить в блюде. Ой, подождите, халявный кулер. Как от такого можно отказаться? Да-да-да, здравствуйте, доброе утро. Всё, вот, пожалуйста, мои ключи и бумаги на номер. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. Ох, вот это запашок осенний. Вообще кайф. Друзья, позвольте представиться. Меня зовут Максим Афиозник. Да, моя история достаточно краткая. Совсем недавно я был обычным парнем и жил в двухэтажном бараке. Хотя, в принципе, я там и живу до сих пор. А, ладно. Как видите, я прикупил себе хорошую одежду, наконец-то, премиальный. Сходил к стилисту, из меня сделали настоящего мужчину. И, ребятки, самое-то главное, я натапал себе в хомяке бабла целую кучу. И там, так сказать, через Даркнет договорился. Всё, сегодня, ребятки, еду покупать одну пушечку, малышечку, заряженную. Всё, в общем, ребята, сейчас вам всё покажу. Так, чтобы срулить с этой гостишки, мне нужно такси. Так, а вот и моё такси, кажется, подъезжают ребятки. Москвич, это будет, ребята, долго ехать нам реально далеко. Здравствуй, вас приветствует такси Снежинка в Одессе, Андрей Карано. Если вам понравится поездка, будьте, пожалуйста, добры, оставить чайную. Вы можете выбрать проезд комфортный, либо быстрый. Здравствуйте, здравствуйте. Да мне бы побыстрее, на самом деле. Хорошо. Спасибо. Надеюсь, доедем. Ну всё, тулим на Москвиче, дорога дальняя, так что полетели. Моё такси приехало. Подождите секундочку. Давайте, конечно, вам чаевых дам за поездку. Спасибо большое. Держите, держите. Спасибо большое. Всего хорошего. Удачи. Ну что, с такси я закончил. Я добрался до нужного мне места. Давайте, ребят, быстро вот так забегаем за угол. Здесь прячемся за остановкой. Всё, чтобы никто не видел, как я тут мучу, да, свои дела. Так, подозрительный мужчина в машине. Так, это таксист, окей. Так, ребята, достаем телефон. Сейчас где-то мне в смс-ках там писали координаты. Так, ага, ребятки, всё, я посмотрел. Так, всё, не вызываем подозрений. Выходим из остановочки. Идём просто медленным шагом. Идти мне вон к тому зданию, где у нас торчит красная труба. Там меня ждёт автомобиль, который для меня... Так, давайте немножко ускоримся. Сами понимаете, в интернете беспалево списался. Там всё это нелегально провернул, в общем-то, за биткоины. Там, да, там ещё плюс. Там в хомяке натапал, сами понимаете, ребята. Темка рабочая. Вот. Прикупил себе нелегальный автомобиль в угоне. Где-то его для меня припрятали. Ключи говорят, там всё тоже под машиной лежит. Сказали, около водонапорной башни комплекс с гаражами. Сказали забежать сюда. Где-то здесь должна быть машина. Сейчас будем искать. Главное, чтобы никто здесь, ребят, сейчас не тёрся. Так что... О, ребята, вот она. Вот она машина. Всё, нашёл отлично. Так, ключи, ключи, ключи. Говорили, где-то здесь должны быть. Подождите, куда он их запрятал-то, а? Подождите, ребят, не понимаю. А, вот где-то под этим крылом. Так, достал. Ну-ка, ну-ка. О, ребятки, всё, отлично. Подошло так. Садимся, садимся, садимся. Тихо, чтобы нас никто не видел. О, ребятки, всё, всё отлично. Мы с вами на месте. Ну что, уважаемые друзья, здравствуйте всем. С вами Маклаксон. Наконец-то я могу с вами поздороваться. В общем, друзья, ладно, это была такая, не знаю, какая-то спонтанная мини-сценка в самом начале. Просто не знал, как начать эту серию по-другому. Решил немножечко разбавить, чтобы было поинтереснее. Надеюсь, вам понравилось. Ну, в общем, что, как всегда, всем желаю приятного просмотра. Возможно, кому-то приятного аппетита, ребята. Если вы сейчас кушаете, ставьте обязательно ваш лайк. Подписывайтесь на канал, если вам понравится видосик, и вы захотите смотреть ещё. А также обязательно присоединяйтесь играть на провинции вместе со мной. Как видите, много тут прикольного. Вот, много впереди нас ещё ждёт. Обновление туда-сюда. В общем, ребята, ссылочка на скачивание провинции находится в описании под видео. Пожалуйста, скачивайте лаунчер, скачивайте игру, присоединяйтесь. Я играю лично на седьмом сервере. Вводите мой промокод Маклаксон в разделе реферальная система. Получаете бонус на третьем уровне. Я всё сказал, давайте начинать. Как вы уже по названию, по превью и по началу ролика поняли. Я купил себе две просто таких классных вещи, о которых я прямо-таки, можно сказать, даже уже мечтал. Первое, это, конечно же, скин. Я купил себе, наконец-то, новый скин. Больше я не вот этот пацанчик, да, так сказать, с района, или как там этот скин называется, за 15 тысяч с рынка, который я купил ещё очень давно, в самом начале, когда начал играть. Теперь у меня скин мафиозника. Да, друзья, купил, конечно же, его на БУ рынке, потому что новый из магазина, это слишком дорого. И моя вторая, более глобальная покупка, ребята, это гелик. Гелик, мать его, вы посмотрите на этого красавца. Я не знаю, с этим скином это просто, это идеальное сочетание, ребята. Как только ко мне в голову вот эта пришла мысль купить себе новый скин, мне дико понравился мафиозник, это первое. Но я не мог его представить ни с какой другой машиной, кроме как гелик. Но я подумал, что, господи, гелик, это так сложно накопить на него, поэтому, ребята, я фармил, 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 работал. Плюс у меня накопилась хорошая сумма за то время, пока я снимал для вас ролики. Проценты начали приносить прибыль. И, конечно же, часть суммы, это помощь от подписчиков. Ну как, это та, что ещё осталось с тех пор, когда я БМВ покупал. Не подумайте, что мне это всё опять подарили. Вот на вот это вот практически всё я уже реально наработал и прочие, ребятки. Вещи, в общем-то, разными схемами, способами. Да, я смог этого добиться. А вы сами посудите. Я живу до сих пор в квартире за 240 тысяч, ещё с самого начала, как начал здесь играть и снимать. Купил себе эту первую дешёвую квартиру, до сих пор в ней и живу, никуда так и не выбрался. И БМВ, с тех пор, как я купил её, ну, БМВ Х6М, прошло уже очень много времени. И я тоже до сих пор ничего себе больше не покупал. Я, то есть, играю, играю, снимаю, снимаю, работаю, работаю, но ничего не покупаю. Вот теперь вы видите, почему я ничего не покупал. Потому что я копил. Ну что, друзья, сегодня серия будет... Ой, извиняюсь, я машину закрыл. Сегодня серия будет такой, достаточно обыкновенной. Вот, я хочу просто насладиться сегодня автомобилем. Насладиться своим новым обликом, скином. Посмотреть тюнинг гелика. Не знаю, возможно, что-то на нём поменять. Также хочу обязательно перевешать номера со своего БМВ. Кстати, Х6-й-то я оставил. Потому что, естественно, я не буду его продавать. Потому что, во-первых, это был подарок. Во-вторых, он мне очень нравится. Х6-й мне просто чисто вот физически очень нравится. Он быстрый, у него хорошая управляемость. Поэтому его я в любом случае себе, ребята, оставляю. А гелик это, знаете, взял вот... Несмотря на то, что он медленный, такой неповоротливый. С не очень, ну, с не самым лучшим, скажем так, управлением. Он просто имеет вид. Он просто не нравится. На нём даже гонять, ребят, не хочется. На нём хочется просто медленно, аккуратненько вот так вот кататься. Я ещё приехал специально, ребята, как видите, поставил его в Волчанске. Он сюда просто подходит как никогда, я не знаю. Как никто другой. Вот я со своим скином мафиозника, плюс на гелике, плюс вот в этом ПГТ Волчанске. Господи, это просто лучшая картина, которая может быть. Настоящая провинция, настоящая провинция. Сейчас мы с вами поедем в Приволчанск. Ну, просто я же привык там обитать, правильно? Какие у нас планы? Мы с вами поедем сейчас в отдел ГИБДД. Я хочу перевешать номера с Х6 на гелик, а с гелика наоборот на Х6. Всё-таки сейчас я буду чаще всего кататься на гелике, потому что я его только-только купил. Естественно, мне нужно им насладиться как следует. Вот, потом уже буду чередовать там машины. Пока чисто гелик, чисто гелик, чисто мафиозник. Ну и номерочки хочется, чтобы висели на нём, да, семерочки всё-таки? Как-то покрасивее это будет. Что по поводу гелика? Гелик я купил, естественно, на БУ рынке. Естественно, не новый. Взял у человека по имени Александр Родригес. Я вам сейчас вставлю видосик, как я это покупал. Ну, момент покупки. Вот, я надеюсь, что я правильно запомнил никнейм. Так что, Санючек, спасибо тебе за гелик большое. Покупал за 10,3. Гелик полностью стоковый. Всё, что на нём есть, это тонировка. Насчёт номеров я не знаю, стоит ли они вообще хоть что-то. Пускай висят. В принципе, они меня не смущают. Давайте пока едем. Это отличная возможность для нас сейчас протестировать максималочку. И вообще, посмотреть на управляемость. Так, смотрите. У неё, ребят, что-то... Воу, подлагивает. Так, главное, ребят, сейчас не попасть в ДТП. Гелик без страховки очень недорого. 233 у нас с вами максималочка. Отлично. Хорошо. Супер. Чё по управляемости? Ну, кстати, ребят, вот честно, я почему-то думал, что управляемость будет похуже. Она не такая плохая, как я думал. Это она ещё достаточно такая сносная, я бы сказал. Для стокового гелика, наверное, нормально. Да, максималочка небольшая, максималка маленькая. Но по управляемости ещё жить можно относительно. Ну, просто учитывая, что это просто максимально анти-аэродинамический кирпич, я бы сказал, то неудивительно то, как он, по идее, должен себя вести на дороге, ребят. Это же не какой-то спорткар низкий, да, с аэродинамической конструкцией, как правильно сказать, аэродинамическими формами, вот. Чтобы воздух обтекал, чтобы потоки воздуха просто максимально тебя прижимали к земле. А это просто огромный, мать его, квадрат, который цепляет воздух как только может. О, Господи, показалось, что тут выезжает справа. Давайте, погнали. Мы уже с вами в Приволоческе вот так вот быстро добрались, кстати говоря, достаточно незаметно. Так, у нас с вами ещё по времени... О, у нас ещё с вами есть 15 минут до включения светофоров. Это очень хорошо. Я как раз сегодня снимаю пораньше. Сейчас мы с вами до включения светофоров. Все делишки успеем сделать, спокойно покататься. Ребят, помеха справа, пропускаем. Несмотря на то, что мы на гелике нагле сильно не будем, пропускаем, ребяток. Ну, вот тут, конечно, можем себе, я думаю, позволить, да, так сказать, встать в наглую прям на тротуар, на аварийку. А, кстати, да, ребят, сейчас вставлю вам небольшой фрагментик. Когда я ехал в Волчанск парковать гелик, ну, так сказать, да, готовился для сидички, меня, короче, остановили... Фига, минуты вылетели. Меня остановили полицейские где-то на трассе, на гелике. Я думал, сейчас докопаются за тонировку полностью, или еще что-то такое. Но нет, меня не стали трогать, просто проверили права и отпустили. О, ребятки, меня тут тормознули. Интересно, первый раз такое. Здравия, желаю, друзья. Здравия. Основил вас в причине проверки документов. Водительская можно вошел, пожалуйста, на салоне 4-4? Да, 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 конечно. Конечно. Так, ребятки, водительская просит, интересно, сделают ли со мной что-то за тонировочку или нет. Показываем наше водительское. Так, ну-ка, Андрей Хакаги, значит. Ну, давай, Андрюха, рассказывай, что там. Так, проделаешь, что вадим, если нет штрафа, сейчас продавайте себе мосты без свободы. Все, ребятки, без штрафа вгоняем пока что. Пока не нарвался еще. Забрал. Можете без свободы. А, реально, он даже ничего мне не сделал за тонер, окей. Я-то думал. Хорош. В общем, вот так вот это было. Все, погнали, перевесим номера. Я не помню, сколько это стоит. По-моему, это стоит 10 тысяч, если я не ошибаюсь. Так что сейчас посмотрим. Мне просто надо. Ребят, тут в КПЗ, как обычно, происходит какая-то суета. Вот номерочки. ТАА 777777 регион. Так, а мне, собственно, надо... Что мне надо? Вот, мне нужно вот этот номер перевесить. Так, ну-ка, я еще, кстати, ни разу не перевешивал. У меня машина это второе. Толком не было никогда. Так, перевесить номер с BMW X6M вот этот вот на вот сюда. Оплата пошлины 10 тысяч. Но я же правильно понимаю, что вот эти номера повесятся наоборот на БХУ? По идее, да. Подтверждаем. Да, да, ребят, все. Все правильно. На BMW теперь повешились эти номера, на гелик повешились семерочки. Отлично. Страховка. Что по поводу страховки? Ну, блин, честно говоря... Ой, сколько? Ой, не, ребят. Я предпочитаю просто аккуратно ездить. Вот реально, не было еще таких моментов, когда страховка мне бы прям очень сильно пригодилась. Оля-ля-ля, ребят, ну посмотрите, гелик-то теперь какой вид, а, имеет. Можете, пожалуйста, отойти? Просто красавчик. Спасибо большое. Чел фотоит мою тачку, окей. Спасибо. Да, не за что. Не просто для видео, если вы так понимаете, хас-хас. Да, я тоже сериал снимаю, тут хожу. Понятно. Ну, ладно. Вот сейчас молодой человек просто взял на ДП, ДП изников начал убивать. Ну, здесь часто такое наблюдается, активность неадекватная. Это да, это да. Ладно, всего хорошего. Ладно, удачи вам. Тоже, что ли? Что-то снимают, тут ходят, понимаешь ли. Так. Бэх там на рамочке сзади стоит. В общем, ребятки. Значит, смотрите. Гелик на семерочках теперь выглядит еще более блатным. Красота, так сказать. Прям вообще вид имеет. Я бы сказал, бля, ну... Ой, господи, как я кайфую, а? Ребят, ну мне просто приятно. Ну, приятно иметь гелик, господи. Гелик на красивых номерочках. Еще и скинчик такой. Ну, наконец-то картина сложилась. Больше я не пацанчик с района, так сказать, с барсеточкой, да? Там на перевес. Правда, ребят, пока осталось одно но. Я живу все еще в этом бараке двухэтажном. Но, ребят, теперь следующая моя цель – это свой дом. Моя следующая цель – свой дом. Буду копить на частный дом где-нибудь. Слушайте, даже не знаю. Вот, честно, сейчас, ребята, вообще не знаю, где копить на свой дом. Я ж сейчас живу вот здесь, да? Напоминаю для тех, кто не знает. Квартира у меня вот здесь в Приволжске. Хотелось бы, возможно, купить себе дом в Приволжске, потому что это, как бы, практично. Но, с другой стороны, дома в Приволжске мне не нравятся. Мне не нравится то, как они выглядят. Прикольные дома в этом, в Мирном. Прикольные дома в Невском, по-моему. Да, я в Невском особо в частном секторе не катался, по-моему. В общем-то, в Мирке классные дома. И в Волчанске классные дома. Но Волчанске это тоже достаточно далеко. Вот, ребят, возможно, в Мирном я бы хотел себе дом. Но что-то мне подсказывает, что это дорого. Посмотрим, ребята, когда-нибудь я до этого дорасту. Когда-нибудь я доберусь до этого этапа и куплю себе дом. А сейчас спросите меня, что я тут катаюсь, да, просто так. Да, ребятки, я просто сейчас хочу доехать до тюнинга, посмотреть. Посмотреть быстренько на, так сказать, этот, на тюнинг. По гелику. Что там вообще, что, кого? Что-то можно еще покрасить, дополнительно перекрасить. Знаете, с одной стороны... Вот, блин, тонировка здесь, в этой игре, очень противоречива. Мне, с одной стороны, хочется ее убрать. Для того, чтобы комфортно кататься от первого лица. Смотреть на дорогу. Потому что, как видите, вот так вообще ничего абсолютно не видно от первого лица. Но, ребята, с другой стороны, тонировка на этой машине просто как будто бы обязана быть. Чтобы ничего не было видно, кто там внутри сидит. Что там внутри происходит. Ну, посмотрим, ребят, сейчас посмотрим. Возможно, я уберу тонировку с лобового. Кстати, да, почему бы нет. Посмотрим. Покраска у нас стоит стандартная, естественно. Ну, как бы матовая кэнди двух цвет. А, ну, блин, кстати, вот двух цвет, это уже как у меня на Бэхе, да, по-моему, такая же краска стоит примерно. Не, ну, это, конечно, прикольно выглядит, ребят. Возможно, потом, впоследствии я покрашу гелик в какой-нибудь другой цвет. Есть у нас хамелеон. Ну, не, издеваться пока над машиной еще рано, я думаю, в этом плане. Стайлинг. Так, красить сиденья, вот, а, пожалуйста, пока что у нас рановато. По поводу антихрома. Стоит стандартный. Так, есть серый мат, черный мат, глянец и золотой. О, господи. Цыганский гелик. Ой, господи, вот это да. Так, ну, белый, это понятно. Блин, ну, на черном оно, ребята... Вот, спереди он классно выглядит, когда антихром стоит черный. То, что вот эти все детали становятся черными. Но сзади не прикольно, то, что как-то, ну, блин, белые детали, они все-таки придают ему каких-то, не знаю, изюминок, шильдики видно. Нет, антихром трогать я не буду. Когда-нибудь подкаплю снова денег, мы с вами, возможно, гелик вообще поменяем полностью ему внешку. Пока просто будет классический черный гелик с классической черной, так сказать, тонировкой в круг. Единственное, я хочу попробовать убрать тонировочку с лобового стекла. Вот это, да, если я не ошибаюсь, лобаж, у нас стоит стопроцентное затемнение. Так, да, ребята, во, пожалуйста, ну-ка, подождите-ка. Так, что если сделать вот так? А я могу бесплатно это удалить? А, за 10 тысяч удалить. А, всю тонировку? Не-не-не-не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп. Ладно, хорошо, давайте растонируем лобаж. Это у нас боковые, правильно? А давайте боковые сделаем на 69, ребят, процентов. То есть они будут у нас... Это как раз, по-моему, не подходит под штраф. Они у нас будут с вами, ну, достаточно темными. Вот, в отличие от нуля. Я не буду нарываться на штраф, ну, мало ли, да, в случае чего. И меня будет видно, если я, ну, когда буду сидеть в машине, меня будет слегка видно все-таки. Мне же надо, чтобы мой скин тоже видели, правильно? Так что, ребятки, тоже добавляем в корзину. На 20 тысяч мы сейчас с вами тренировочку оплачиваем. Все, я надеюсь, что она применилась успешно. Насчет покраски сидений. Я, честно говоря, ребят, вообще не знаю. Но они черные, ну, на каких салонах вообще гелики бывают? Красный. В принципе, вроде неплохо выглядит темно-красный салон. Так, ну, нет, на белом салоне как-то не очень это все выглядит. Слушайте, может быть, темно-красный салончик сделать, а? Или фигня, или колхоз? Блин, я не понимаю. Короче, ладно, ребятки, давайте я куплю вот такой цвет. Покрашу вот такой темно-красный. Не знаю, мне нравится он почему-то этот цвет. Приобретаем, если что, потом. Когда-нибудь мы внешний вид гелика исправим. Хорошо, давайте еще быстренько глянем, что у нас есть по тюнингу доступного. О, диски нет. Ну, здесь, я думаю, диски, ребят, менять не стоит. Зачем? Это же все-таки здесь стоят стандартные геликовские колеса. Единственное, они выглядят немножко маленькими. Их бы побольше сделать, только, походу, это никак нельзя сделать, да? Не, это точно не надо, и надписи на покрышке нам точно не надо. Ну, ребят, насчет вот этих улучшений, не знаю, возможно, когда-то я их поставлю. Чуть позже, когда будут деньги. А, кстати, номерную рамочку можно повешать. О, ребятки, а я знаете, что вспомню? Я вспомнил, что у меня дома есть номерная рамка. Я повешу, наверное, ее. Ладно, мы с вами выехали. Вот, ну, хотя бы теперь уже, блин, хоть что-то видно, я не знаю. О, а на улице опять ночь. Как? Я обожаю ночь, когда на улице, когда я играю, господи. Но гелик вид имеет. Просто красавчик. Реально красавчик. Он мне очень нравится. Поехали до дома. Быстро номерную рамку повешу. Так, а теперь, внимание. Так, я взял рамку в руки. И я еще ни разу... А, ну да, собственно, вот так это и делалось, я так и думал. А, универсальный набор для замены мне нужен. Ищем автомагазин. Все, я приехал. Я, вот, знаете, я ни разу даже здесь и не был в этом месте. Ни разу не покупал набор. Даже не знал, что здесь существует автомагазин. Вообще, зашибись просто. Так, универсальный набор для замены. Господи, у меня уже деньги заканчиваются, ребят. Я уже вообще, если что, остался практически без денег. У меня места нету, господи. Все, скушал пару упаковок чипсов. Место освободил. Покупаем наборчик для замены. Так, берем рамочку и... О, все, друзья, отлично. Внимание. Повешал себе рамку. Дорогами не ограничен. Это рамка, которую я покупал себе, по-моему, когда тюнинговал X6. Ну, а что, все-таки это же, по-моему, относится к разряду также внедорожников. Да, то, что можно и EPP, наверное, на скорости до 60 км в час. Так что, в принципе, я думаю, эта рамочка ему не повредит. Ну, лично мне так нравится. Мой гелик, так сказать, да, я сам решаю, как его тюнинговать. Мое видение этой ситуации. В принципе, осталось только его заправить. И он у нас полностью готов, как и я. Друзья, давайте пока что будем уже с вами постепенно прощаться. Спасибо всем, кто посмотрел эту серию от и до. Надеюсь, что вам понравился мой выбор скина мафиозника и гелика. Вот, кстати, по поводу скинов, ребят, еще хотел сказать. Вижу достаточно много ребят в скинах, как он называется, Альпачина. Мне их предлагали даже несколько раз уже купить. Я говорю, да не нужен мне ваш Альпачина. Они тут на каждом шагу. Я говорю, вот мафиозников я вижу очень редко. Не знаю, почему так не любят скин мафиозника. Хотя, как по мне, он выглядит лучше, чем Альпачина. Это раз. Во-вторых, ребятки, кто еще не присмотрелся, да, внимательно. Альпачина мафиозника, это же у нас Вита Скалета из мафии. Господи, я просто в мафию одно время играл. Тоже Вита Скалета, это просто мужик бомба. Мужик реально красавчик. Так, давайте вот так по красоте сделаем, да, чтобы вам было приятно смотреть успех. Кто катается прямо перед моей камерой. В общем, друзья, надеюсь, что вам серичка понравилась. Всем огромное спасибо за просмотр. Подождите, не отключайтесь еще. Это еще, ребята, не прощание, точнее, это прощание, но после прощания будет еще кое-что для вас. Всем огромное спасибо еще раз говорю за просмотр. С вас лайк, подписочка. А сейчас под конец давайте сниму для вас несколько красивых кадров. Покажу гелик со всех сторон, под музычку кайфанем. Ну и на этом ролик будет закончен, друзья. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. Всем желаю большой удачи и хорошего настроения. Увидимся с вами в новых видео. Не забывайте начинать играть на провинции вместе со мной. Ссылочка в описании. Погнали, посмотрим на этого красавца. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok